Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вот вы говорите про совладание с гневом. Скажите пожалуйста, а как вы хотели бы с ним совладать? С гневом я имею ввиду, как бы вы хотели бы совладать? То есть как вы поймёте, что вы с гневом совладали? То есть вы хотите не злиться. Вы хотите быть спокойнее. С чего вы хотите? Что такое гнев? Это защита. Это реакция направленная на защиту человека, организма от каких-то внешних вызовов. И соответственно, если человек себя не защищает, то естественно гнев будет накапливаться, гнев будет копиться, гнев будет продолжать быть. Вот. Как бы напоминаю человеку, что есть опасность некая. Поэтому первый шаг по совладанию гневом, это вообще понимание того, что собственно у вас не защищено. Что вы пытаетесь защитить, что вы пытаетесь отстоять. Потому что да, вы можете накричать. Вы можете даже применить физическую силу. Вот. Только более защищённым вас это не сделает. Если вы не знаете от чего вы пытаетесь себя защитить. Поэтому это первый шаг. Второй шаг это формы, формы гнева. Если гнев чрезмерный, он направлен на что-то другое. Не на то, что вы думаете, да? А на что-то другое. Вот. И необходимо эти векторы разделять и разграничивать. При гневе очень хорошо помогает физическое отреагирование. Любая физическая активность, любое физическое отреагирование. Но необходимо, я повторюсь, понимание того, что у вас не защищено. И что вы делаете для того, чтобы, ну, как-то вот себя безопасно. Когда человек говорит, что его злит всё, да, он имеет в виду, на самом деле, одну или две основных причин. Но просто переносит это на всё остальное, потому что всё остальное становится угрозой. Вот. А вы говорите, что меня всё злит, преподнося себя здесь как такого, знаете, пассивного субъекта больше. Но я думаю, что если вы перефразируете своё высказывание и скажете, не меня всё злит, а я хочу от чего-то избавиться, что-то уничтожить. Да, хочу спрятаться, может быть, от чего-то, чем-то чувствую угрозу для себя. Вот. То есть мне что-то угрожает, да, вот я там с чем-то сталкивался, угрожающий мне. Вот. Это будет более проактивная позиция. Более проактивная позиция даёт как раз-таки возможность для выражения гнева. Часто гнев появляется, когда человек как раз-таки целенаправленно хочет быть спокойным, хочет быть удобным, хочет быть всем приятным, хочет быть хорошим. Вот. То есть постоянно себя как-то вот перекручивает, да, управляет, чтобы не быть тем, кто он есть. То есть за гневом может скрываться базовое чувство стыда. Тоже интересный момент. Поэтому давайте начнём с анализа того, когда это появилось, вот. Когда вы это начали чувствовать, вот. С чего всё началось? Давайте вот для начала хотя бы так. Либо, когда вы сейчас чувствуете гнев, что вам хочется? То есть вот чувствую гнев, да, как вы себе представляете своё обращение с ним. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова